Вырастить колесо мечты несложно. О том, как его вырастить, я сегодня расскажу. Любой путь к успеху – это не вымощенная дорога, подобная шоссе или автостраде. Я считаю, что путь успешного человека похож на пустынную дорогу в бескрайней долине. И по дороге могут попадаться камни, глубокие овраги. На пути к успеху всегда встречаются различные трудности и препятствия. Тогда кто же добивается успеха, а кто терпит неудачу? Неудачник – это тот, кто говорит, что не смог преодолеть препятствия, потому что оно слишком велико. Тогда как же люди успешны? Те, чье колесо мечты намного больше препятствий, даже если они встречаются. И тогда любое препятствие можно просто преодолеть. Если колесо большое, можно проехать через любую каналу. Нам трудно уменьшить препятствия, но несложно вырастить колесо мечты. Нужно обязательно каждый месяц зарабатывать 100 тысяч долларов. Тогда не станет ли колесо огромным? И сегодня я поделюсь ноу-хау о том, как его вырастить. Вы должны записать эту мечту. Где записать? Мы записываем это в жизненный сценарий. Мы записываем в жизненный сценарий ту мечту зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. И чтобы действовать, пока живы, рассказываем об этой мечте всей округе. Чтобы вырастить мечту, нужно рассказать о ней другим. Вы связаны с собственной логикой. Запутавшись в логике, нужно рассказывать, пока не выйдут расчеты. Господа, люди часто думают, что можно кого-то убедить, только говоря логично. Однако люди удивительно нелогичны. Что я имею в виду? Я говорю о том, что внутри атоми могут происходить вещи, которые вы не можете рассчитать. Поэтому не пытайтесь спорить. Не спорьте, как же можно стать империал-мастером. Даже не рисуется схема. Тогда что же нужно делать? Нужно действовать по принципу. Принцип подъема воды на маленькое дерево. И принцип подъема воды на 100-метровое дерево одинаковый. Подъем происходит по принципу астматического давления. Как много вы говорите другим, что станете империал-мастером, зарабатывающим 100 тысяч долларов в месяц? Это и есть самый лучший и единственный способ добиться успеха. Какой человек наименее умный в сетевом маркетинге? Тот, кто занимается искусственными покупками. До сих пор за 60-70 лет истории сетевого маркетинга не было ни одного человека, добившегося успеха через искусственные закупки. Поэтому компания, занимающаяся искусственными закупками, на 100% прогорит. И если даже видя эту историю неудач, продолжать выполнять действия, ведущие к провалу, то это очень глупое поведение. Эти люди в сетевом маркетинге не знают, что такое честь. Я говорю не заниматься такими вещами. Но есть те, кто не слушаются. Люди, которые нарушают правила. Но у людей, нарушающих правила, всегда есть оправдания. Какие же эти оправдания? Он говорит, все так делают, поэтому и я стал. Спонсор предложил, вот я и согласился. Партнер предложил, вот я и согласился. Так делают в соседней братской ветке, поэтому я повторил и стал так делать. Давайте приведем простой пример. Кто-то нарушил ПДД и перешел дорогу на красный цвет. Приехала полиция, поймала. А что сказал человек? Другие люди перешли, и я перешел. Почему только меня ловите? Говорят, что много воров, перелезающих через забор. Все перелезают через забор, и я перелезу. Это не может послужить оправданием. И такая жизнь никогда не сможет стать жизнью успешного человека. В связи с этим о томе говорит. Следовать правилам. Даже если рядом люди нарушают правила. Даже если вы видите, как нарушают правила. Вы должны думать, что будете строго следовать правилам. И на вас ляжет ответственность объяснить этот момент четко своим партнерам. Став восхитительным лидером.